Благословенный Господь Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава, точнее две главы, потому что они коротенькие, они объединяются в один недельный раздел, как бы. Значит, называется Ахареймот после смерти и Кдашим, или Святыни, Святости. Значит, и, собственно, Ахареймот нам повествует о Йом-Кипурии и порядке проведения этого богослужения в Скинии, в храме. Дальше законы Идемяса, запрещенные интимные связи. Дальше раздел Дашим, это морально-нравственные принципы и наказание за нарушение. Собственно говоря, можно вот сказать по названию второй главы, что это главы, которые говорят во многом о том, что нужно делать для того, чтобы быть святым. И я бы хотел вот в этот шаббат поговорить все-таки немножечко о святости. Что это такое? Нужно оно нам? Оно нам не нужно. Если нужно, для чего? Значит, Левит, 11 глава, 44-45 стих. «Ибо я, Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я, Господь, выведший вас из Египта, чтобы быть вашим Богом». «Итак, будьте святы, потому что я свят». И Исайя, 6 глава, 3 стих. «И взывали они друг к другу и говорили» — это Серафимы Шестикрылые. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Что мы можем увидеть для себя из этих стихов? Во-первых, то, что сам Бог свят, Он об этом заявляет, и заявляют ангелы, которые находятся пред Его престолом. И что такое святость? На иврите слово «кадош» буквально означает «отделение». Но нужно понимать, что иврит, он такой более тонкий в этом плане язык, он подчеркивает некоторые детали. Например, шаббат — это святой день, и мы его отделяем. Мы его сначала отделяем от будней, а потом мы отделяем шаббат от будней, но уже в конце. И этот процесс называется «авдала». То есть, если начало шаббата у нас идет кедуш, отделение субботы от будней и вхождение в святость субботы, то есть как бы мы поднимаемся, то в конце субботы мы совершаем авдалу и отделяем, опять же, субботу от будней, но уже выходя из святости субботы и погружаясь в будни. То есть святость может быть, может, ну вот в русском языке это просто одно и то же слово — отделение. Вот это отделение, оно может иметь два направления. Возвышающее и понижающее. И вот святость Господа — это наивысочайшее отделение, то есть Бог, Он отделен от этого мира, и, собственно говоря, все, что Он творит, оно обладает Его качествами, и Адам в том числе. Совершенство Адама, оно в том и заключалось, что он появился в этот мир, будучи святым, то есть безгрешным. В Нем не было ни пятна, ни порока. И нужно понимать, что Он был из плоти и крови, и Он был таким же человеком, как мы сейчас, за одним небольшим исключением. Он был лишен греха. В Нем не было греха, в Нем не было неправды. Он был свят. И лишившись этой святости, Он лишился Божьего присутствия. Вот смотрите, из этого стиха «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его» говорит нам о том, что святость предшествует славе Его. Или для того, чтобы Его слава явилась в нашей жизни, нам необходимо войти в состояние святости. Поэтому вывод первый. Для того, чтобы слава Божья проявлялась в нашей жизни, чтобы Его чудеса совершались, нам необходима Его святость. Возможно ли это для нас? Ну, если Он говорит «Будьте святы, потому что Я свят», или же в этом же стихе «Освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят», Он нам говорит, Он нам повелевает, значит, для нас это возможно. И это уже нас радует. Но из фразы «Освящайтесь и будьте святы» мы можем понять, что святость – это не просто состояние, это процесс. Начнем с того, что Бог, когда вывел еврейский народ Израиля из египетского рабства, Он говорит, «Я отделил вас от других народов» или, другими словами, «Осветил, и вы будете посвящены Мне». Как вот Он говорит, «Ибо Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят». То есть, другими словами, Он отделяет и наделяет вот этим качеством святость. И Он говорит, «Освящайтесь и будьте святы». То есть, другими словами, святость – это состояние, которое изначально Всевышний дает нам как народу и дает каждому из нас как отдельным личностям для того, чтобы мы принадлежали Ему. То есть, отделение от чего-то для чего-то. Также святость – это процесс, который мы, собственно говоря, должны совершать, и мы должны эту святость хранить. То есть, другими словами, можно сказать так. Этот мир погряз в бунте против Бога. И для того, чтобы нам выжить в этом мире, помните, Ишуа, когда молится в Гефсиманском саду, говорит, «Отец, я прошу тебя, чтобы ты сохранил их в этом мире». Не о том прошу, чтобы ты забрал их из мира, а о том, чтобы сохранил их в мире. То есть, цель Бога – не забрать нас из этого мира, а оставить нас в этом мире на определенное время, но и сохранить. Или, есть такой интересный образ, параллель. Господь, видя, что Его дети в этом мире не могут выжить, потому что этот мир не является нашей естественной средой обитания. И Писание говорит, что наше гражданство небесное. Мы здесь странники и пришельцы. Так вот, для того, чтобы мы в этом мире выжили, Он дает нам скафандр, который называется святость. Но этот скафандр, как обычно, Бог хочет сотрудничества. Он хочет, чтобы мы были не просто потребителями, но и делателями, и даятелями. Поэтому, подарив нам этот скафандр, Он дает нам возможность его сохранить в целости и невредимости, иначе мы погибнем. А также, Он дает нам возможность этот скафандр совершенствовать. Для чего? Ну, Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И Он весьма изобретателен на всякие разные способы завлечь. Как написано, что Он имеет власть прельстить, если можно, и избранных. И Он в средствах очень и очень изобретателен. Так вот, когда появляется новая версия совращения, мы должны усовершенствовать свой скафандр святости, для того, чтобы это новое средство нам не повредило. То есть, другими словами, святость – это некая данность от Бога, которую мы сами получить не могли. Она появляется у нас благодаря тому, что Он отделяет нас от этого мира для Себя. Далее, святость – это то, что мы должны хранить. И святость – это то, что мы должны еще и приумножать в своей жизни. И об этом говорит, собственно, сам Ишуа. Это книга Откровений, 22 глава, с 10 по 14 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный – пусть еще делает неправду, нечистый – пусть еще сквернится. Праведный – да творит правду еще, и святой – да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первые и последние. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». То есть, если мы пребываем в Божьей святости, нам это право гарантировано. Если мы лишаем себя этой святости, а лишить ее можем только мы себя сами, то тогда мы лишаемся права на древо жизни и права войти воротами. Значит, но есть такое явление, как мимикрия. И я сейчас приведу несколько определений. Значит, сходство окраски и формы у некоторых животных и растений с другими. Или с окружающей средой, полезное им в борьбе за существование. То есть, существуют животные или насекомые, которые приобретают со временем, как бы мимикрировали, то есть приобрели некие внешние признаки для того, чтобы сохранить свою жизнь. Вот чем отличается мимикрия от маскировки? Маскировка делает животное незаметным на внешнем фоне. А мимикрия – это подражание внешнего вида одного животного другому. Или же какому-то конкретному природному объекту. Например, палочник, это насекомое такое, мало отличается от внешнего вида, по внешнему виду от сухой ветки. То есть, есть такое насекомое, вот смотришь, вроде бы ветка. А подойдешь поближе, попытаешься взять, она вдруг начинает двигаться и убегать от тебя. Значит, так вот, мимикрия – это когда, вот есть мухи, которые похожи на осы. Вот это вот называется мимикрией. Есть такое определение, как социальная мимикрия. Это защитное приспособление индивидуума или группы, имитирующие поведение и мнение окружающих. Вот это уже интереснее, потому что это говорит о людях. То есть, другими словами, человек попадает в неестественную для себя среду обитания, и для того, чтобы там выжить, для того, чтобы быть принятым за своего, он начинает подражать. И каким образом? Это подражание обычно касается внешних признаков. Но, к сожалению, многие люди, начиная имитировать внешнее, переходят на внутреннее. Но что говорит Писание нам по этому поводу? Значит, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 8 стих. «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». И другое место. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То есть это альтернатива святости. И еще место. 1 Иоанна 2, 15-17. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житийская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Итак, если мы поговорим о том, что Бог наделяет нас своим образом и подобием, наделяет нас своей святостью, а мир отвергает Бога, то мы должны понимать, что, скажем так, мы не можем быть друзьями миру и при этом друзьями Богу. Писание четко говорит, что тот, кто любит мир, тот не любит Бога, тот во вражде с Богом. И имеет смысл задуматься над такой проблемой, существующей в наше время, когда люди, находящиеся в завете с Господом, в завете с Ишо Мессией, пытаются подражать этому миру для того, чтобы якобы быть ближе, быть ближе к этому миру, к этим людям. Но на самом деле, если мы посмотрим на Ишо, Ишо внешне не пытался выделиться. Более того, властям понадобился человек, который конкретно укажет на него. Ишо внешне ничем не выделялся. Но вы знаете, он привлекал к себе огромное количество людей. Вопрос, чем он привлекал? Писание дает нам один из таких ответов. Это он учил не как книжники и фарисеи, но как власть имеющие. То есть у него была харизма, у него были какие-то внутренние качества, которые выделяли его на фоне мудрецов того времени и того общества. И выделялся он не внешними признаками, а именно своим характером и своим поведением. Далее давайте поразмышляем. Бога не видел никто никогда. Но Писание говорит, что человек создан по образу и подобию Божью. Так в чем же это заключается? В чем это выражается? Если мы Бога увидеть не можем, но мы можем передать Его образ, каким образом? Образ мыслей и образ действий. Тут, кстати, уместно вспомнить о начертании на руку и на чело, которое, по моему мнению, и есть. Начертание на чело – это образ мыслей не Божий. Начертание на руку – это образ действий не Божий. И мы видим, что Бог делает начертание на челах своих рабов, и враг делает начертание на челах своих рабов. И это, опять-таки, не внешний признак, это характер, это поведение, это привычки, это то, кого мы представляем в этом мире. Поэтому, друзья, давайте мы задумаемся, чем мы хотим привлечь людей к Богу. Пребыванием, проживанием ишо внутри нас, и его проявлением через нас, или же мы хотим привлечь людей к Богу своими какими-то внешними признаками, которые говорят, посмотрите, насколько я свободен. Понимаете? Истинная свобода, она заключается не в том, что я делаю, что хочу, а в том, что я живу по воле Божьей. И я вам скажу, что делать, что хочу, намного проще, чем жить по воле Божьей. Если вы попробуете, вы в этом убедитесь. Поэтому, друзья, я призываю поразмышлять над этим вопросом, над этой темой, и обратить внимание, вот царь Давид, к примеру, говорит, это Псалон 15, но я не весь буду его цитировать, песня Давида, «Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». То есть, другими словами, давайте мы все-таки будем взирать на Господа, и будем стараться преображаться в Его славу. А в Его славу мы можем преображаться, пребывая в Его святости и приумножая эту святость. Отделенность от этого мира и непохожесть на этот мир. Потому что то, что в мире, оно всегда быстротечно, его всегда много, и насытиться этим невозможно. Но то, что дает Господь, оно действительно насыщает, удовлетворяет и приносит истинное счастье внутри каждого человека. И уверенность в завтрашнем дне, и не только в завтрашнем дне, но и в вечности. Редактор субтитров А.Семкин